Ведические времена замуж отдавали девочку 8 лет, 7-8 лет замуж. Нет, нет, она живет с родителями, не думайте ничего плохого. Она просто знает, кто ее муж. Мальчик есть там, ему там лет 10-12, он уже женат. Живут у родителей, общаются, играют, она для него готовит, она уже жена, она знает, приносит, вы ешь. У них есть свое общение. У них в течение жизни никогда не возникает вопроса о разрыве, понимаете? Никогда. Не то, что вы выросли уже, у вас возраст брачный. На дискотеку начну подумать, так, кто же тут мой муж-то? Этот или тот? Вот этот. Нет, этот уже на кого-то смотрит. Может быть, этот? Я пойду перед ним, потрясусь, посмотрю, как он на меня посмотрит. Нет, не смотрит. О, вот этот посмотрел, но мне не нравится, что же делать? Этот менталитет, это уже ад, понимаете? Для женщины это уже не подходящая вещь. Для мужчины еще, может быть, это как-то его не сильно еще, скорее. Женщина совсем другая, она же более, по-другому создана, из другого материала. У нее же оголенное восприятие. Женщины берегут. Один муж, все, хватит. Потому что это все остальное, эти самскары, будут потом мешать тебе рожать детей, воспитывать и так далее, и служить мужу. Если идеально, говорите, сейчас мы не применяем идеальные правила, но если идеально, просто пример привести женщину, по-другому устроено, чем мужчина. Мужчина, это как панцирь, знаете, раз ему, ну ничего, снова потом, в обнимку там, помирились там, выпили, и все нормально. Воин, он защитник, рану получил и гордится еще этим. Если вы женщине снег поставите, другое будет делать. А значит, что, в обморок падает, знаете, от переживаний. Сегодня уже в обморок не падают. Раньше эти были светские дамы, знаете, ооо, чувствительные очень, так? Сегодня это как анекдоты. Сегодня уже женщины, как мужчины, становятся более, как бы, ну, себя могут защитить, тоже там, ответить что-то, там, или баллончиков в нос сделать. Ну, надо себя защищать же, мужчин нет таких, которые бы заботились со всех сторон. Женщины должны стать сильнее сегодня, чем мужчины, видите? И их больше по количеству. Почитайте, сколько здесь мужчин у нас помните? Сколько женщин? Куда же подевались мужчины, а? Что же делать? Как же выйти замуж? Мужчин-то не хватает, их просто меньше. Мужчины этим пользуются, у них много жен появляется. Они там познакомятся, сям познакомятся. Им же жалко женщину одинокую. Она тоже на чувства повлияет. Они могут влюбляться там. Мужчина может влюбляться много раз, говорится, а женщина только один, по-настоящему. Вот такая разница, такая несправедливость, видите? Женщины в таком положении оказываются очень тяжелыми, тяжелее, да? Да, судьба самая тяжелая для женщины, предписанная, веды говорят. Не для мужчины, мужчины легче жить. Он не так глубоко переживает все, что он переживает. И так есть различия. Поэтому эмансипация – это тоже путь неверный. Нельзя уравнивать мужчину и женщину. Женщина должна быть под защитой. Вот в чем вопрос. В детстве отец ее любит. В молодости муж заботится. В старости дети. Всегда любовь. Всегда должна быть любовь. Иначе женщина страдает. Бердяев сказал, что с твоей женщиной нет любви, нет и обязанностей. Она ничего делать не может. Она может действовать только из любви. Причем она великие вещи может делать. Ей нужна эта пища. Главное – это любовь. Она вдохновляет мужа. Да, она имеет такую природу. Вдохновляющая сила. Под ее хорошее влияние мужчина может хорошо продвигаться, прогрессировать. Если это праведная, целомудренная женщина. Она продвигает мужа именно. Он достигает цели при помощи вдохновения. Она поддерживает это вдохновение. Он, конечно, служит Богу. Жена служит мужу. Такая иерархия. Она вдохновляет служить Богу. А знаете, что это такое? Требует от женщины подвига. Отречение не для себя. Написано это, опять же, в Пуранах. Мужчина семейный должен больше заботиться о других людях, чем о собственной семье. О, какая же должна быть жена? Вот он успех. Вот причина успеха. Жадность не приведет к успеху. Если я живу для своей славы, для своего собственного развития, для своей собственной семьи, это разрушает всю цивилизацию. Для своих только людей стараюсь. А у меня еще чужие люди. Остальные все чужие. Мне все равно, как они живут. И в итоге каждый сам за себя. Где же общество? Мы живем в том обществе, но каждый сам за себя. Та культура разваливается. Это предписанные вещи. Видите, какие великие вещи. Я общался с одним человеком, который сейчас занимает высокое положение в Казахстане. Я спросил, как, расскажите о своей жизни, как вы, вот это, ну, о вашей карьере хорошей, вот, как вы достигли такого уровня. Ну, просто общались с ним. Он мне рассказал, с чего он начал. Он родился в каком-то ауле. И чем занимался. Начал помогать другим людям. Говорит, не знаю, у меня это было. От матери это было. Она все заботилась там о том, о другом, о людях. И я стал, я вырос, тоже стал это делать. И так началась моя карьера. Я до сих пор это делаю. И меня продвигают люди. Давай сюда, давай сюда, давай сюда. Ты же заботишься, ты же делаешь, ты же служишь. Давай, давай, вот тебе место, вот, вот, вот. Когда я с ним общался, ему дали значение еще более высокое в то время. Он был раньше в Алмате, сейчас в столице. Он был раньше в Алмате.